Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Продолжаем с вами рассматривать всевозможные варианты, вопросы по теме динамика движения пароокружности. И сейчас мы будем искать высоту отрыва тела от полуспера. Ну вот, нашёл я земной шарик, взял его в руки, держу. Вот. И звёздочку китайскую, бальзам на душу. Вот. И теперь смотрите внимательно, вот она начинает скатываться. И падает. Вопрос, на какой высоте, надо так сказать, начнёт отрываться, ну, в данной ситуации, китайский бальзам от земли. Вот так вот. Да? Давайте будем рассматривать эту ситуацию. Вот. Рисуем. Полусферу. Вот. Полусферу нарисовали. Вот радиус. Ну, и вот это вот, китайский бальзам, например. И он будет отрываться. Вот, допустим, в этой точке. Да? А мы с вами должны найти высоту. Ну, вот эту вот высоту, которую я обозначу буквой H маленькая. Вот мы её с вами и должны найти. Понятно, что это у нас тоже будет радиус. Вот этот у нас будет уголочка альфа. Вот он скатывается. Угол альфа будет увеличиваться. Ну, хорошо. Вот. Давайте с вами будем рассматривать. Первое, что мы уже знаем, ось Y. Будем всегда направлять к центру окружности. Силы, которые будут действовать. Так. Вот это у нас будет H. Ну, первая сила, сила тяжести. Здесь уголок альфа, значит, здесь уголок альфа. Внутренний накрест лежащий угол. Опускаем перпендикуляр. И получаем проекцию силы тяжести на ось Y. Шарик МЖ косинус уголок альфа. Ну, а сюда, естественно, будет смотреть в данной ситуации сила реакции опоры. А вот теперь смотрите. Мы же ищем точку отрыва, то есть высоту, на которой этот шарик будет отрываться. Ага. В момент отрыва между китайским бальзамом в данной ситуации и землёй, игрушечной, естественно, да, уже никакого взаимодействия не будет. А это означает, что N будет равно нулю. И вот если мы это понимаем, тогда мы сразу же эту задачку и решим. Смотрите. Я пока записываю. МЖ косинус альфа минус N. Это равняется MV квадрат, делённое на радиус. Если N у нас равно нулю, тогда МЖ косинус будет равняться MV квадрат на радиус. Ну вот. Что же дальше? Ну, очень хочется вот сократить массы. Не надо их сокращать ни в коем случае. Не надо их сокращать ни в коем случае. Я вам объясню, почему. А вот почему. Шарик начинает, китайский бальзам начинает скатываться отсюда. Да? То есть, в этой точке, у этого китайского бальзама, есть что? Потенциальная энергия. Есть потенциальная энергия. А в этой точке тоже есть энергия. Ну, давайте с вами будем смотреть. Тут, значит, будет у нас потенциальная энергия. Он ещё не скатывается. Кинетической энергии нет. А в этой точке у него есть кинетическая энергия MV квадрат пополам и потенциальная энергия MGH. Ну, и что это будет означать? Будет означать, что MV квадрат пополам – это ничто иное, как MG, а здесь у нас будет R-H. Или MV квадрат будет равняться 2MG, R-H. Вы спрашиваете, а для чего же я это сделал? Да? А вот для чего. Давайте посмотрим, чему вот равен косинус вот этого угла. Вот этого угла в этом треугольнике. Косинус угла – это и есть ничто иное, как отношение прилежащего катета H к гипотенузе, которая равняется R. Тогда смотрите внимательно, что я сделаю. Вместо косинуса я запишу, вот здесь сейчас буду лепить, да, MG, вместо косинуса пишу H делить на R. А здесь R, а вместо MV квадрат напишу 2MG и раскрою скобки H. Ну, R, 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 ой, 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 2MG R минус 2MG H. Вот, это H у меня. И что мы видим, ребятки, R, R сократили. 2MG H перенесу сюда со знаком плюс. Тогда у меня тут будет 3MG H, а тут у меня останется 2MG R. И вот теперь с большущим удовольствием MGMG можно сократить. И тогда высота, откуда будет отрываться китайский бальзам с нашей матушкой земли, будет равняться 2 трети радиуса. То есть, 1 треть радиуса проехал, бимс, и оторвался. Вот всё. Ну, естественно, эту задачку, конечно, нужно знать, как решать. Это уже была третья часть моих объяснений. 20, 25, 3. Я рад, что вы учите физику в школе или город. Спасибо вам огромное. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok